Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кошки спать не дают. А мне на работу сегодня, уже через полчаса вставать. Кузя, бедница, носитесь по мне, да? За праздники. Только они у меня сидят. Сейчас еще будет хоро. Всем привет. Уже прошло два дня после грозы. Я уже отработала. Сегодня выходной. Я приехала на укол. Сегодня пятый день моих уколов. Сейчас пойду в поликлинику. Сегодня у меня деклофинак. На улице прохладненько. Я вчера с работы выходила, вообще сам мерзла. Я забыла куртку в машине. Утром было жарко. А вечером, в семь вечера, уже было очень холодно. В общем, я иду в поликлинику. Сейчас покажу вам немножко окрестности. Такая у нас поликлиника. Вот это стоянка. Огромная. Я в тенечке в машине постояла. На солнышке как бы все равно жарко. В тенечке прохладно. Хорошо сегодня. Иду сдаваться. Сижу в поликлинике. Сейчас будет моя очередь в ту дверь. Народу почти нет. Ну вот и все. И совсем даже не больно. Пошла я дальше по делам. Вышла из поликлиники. Вот такие чудеса. Маленькие. Ну их кормят здесь. Котяночек шмыгнул. Кс-кс. Кс-кс. Кошки-то породистые. Породистых выкидывают, а? Как так? Иди-ка мне. Иди, я тебя поглажу. Ушка у нее что-то там лысоватая. Иди поглажу. Такая маленькая кошечка. Боится. А кормят здесь их. Ох ты, моя девочка. Красавица. Сиамская. Или помесь. Вот у них водичка. Пухом, правда, налетела. Здесь вот их покормили уже. Котеночек убежал. Мне сейчас нужно будет зайти в магазин. И еще в одно место. Короче, завтра у моей бывшей спекрови будет день рождения. Сын пойдет. И... Ну, я не знаю, конечно, что в подарок. В общем, я думаю, что ей приятно будет получить на день рождения цветы. Поэтому я сейчас куплю. А сын завтра вручит. Вот в этом магазинчике сейчас куплю цветы. Ну, у нас на остановках вот так оборудуют. Где ларет, где магазин. Тут ресторан. Тут у нас манирынок. Мужчину оставила на дороге. Ну, так сказать, кармашки. Вот там. И это облом. Почему-то у них закрыто. Сейчас заеду в другой магазинчик. Здесь тоже рядом. Мне просто придется развернуться и чуть-чуть дальше проехать. Сейчас мне придется туда проехать. Отсюда, через автофор, подкрытное здание. Там тоже цветы. По-моему, тоже «Магия цветов» называется. Да, тоже «Магия цветов». Здесь магазин побольше немножко. Мне кажется, у нас ассортимент побольше. Ну, вот такой букетик. Очень симпатичный такой. Хростенький и яркий. Так, ленточку завязали. Сын завтра пойдет на день рождения к бабушке своей. Все, теперь еду в магазин и домой. У меня музыка играет. Убрать. Вот в этот магазин. Сюда. Я же забыла вам еще пару вещей рассказать в прошлом видео, где я все рассказывала. Я купила себе чемодан и вот такую вот хлебопечку. Чемодан, понятно, для путешествий. Хлебопечка, понятно, для выпекания хлеба. Здесь есть функция делать йогурт. Ну, вообще, тут много функций. В общем-то, я йогурт делала и хлеб пекла. Сейчас вот буду ставить как раз-таки здесь такая чаша. В нее надо положить ингредиенты все по порядку и установить на определенную программу. Я буду делать такой вот хлеб. Ну, в смысле, на этой программе я буду печь черный хлеб. Вот у меня рецепт. Но я здесь кое-что поменяла, потому что именно по этому рецепту у меня хлеб получался, ну, как вам сказать, в общем, у меня проваливалась верхушка внутрь. Вроде пекся-пекся, все нормально, поднимался, потом раз за полчаса до готовности верхушка проваливалась. В общем, я чуть-чуть поменяла. Я вот это вот ржаная мука я начала класть меньше, а обычная мука больше. Получается, одну часть я клала ржаной муке и две части целые обычной муки. У меня в последний раз это я вот так сделала. У меня такой хлеб поднялся до самой крышки он у меня вылез, в общем-то. Ладно, короче, я вам покажу, когда буду выпекать. Ставлю я ее вот так вот в зале на полу, потому что здесь у меня есть доступная розетка. Сейчас, ну, там я все загрузила. Будем устанавливать программу. Корочку потемнее мы любим. и вес я беру поменьше. 750. Как уж без помощников. Все. Поехали. Пока что еще можно открыть. Мука летит. Сегодня будет свежий хлебушек. итак, покажу вам свой новый чемодан. Только не знаю, когда еще я его использую. Но я его купила, потому что был по скидке, по акции хороший. В общем, купила. Мне так нравится. У него четыре колесика. Такие маневренные снимаются колесики. Вот он прям очень такой маневренный. вот моя сумка старая. Сейчас мы с вами сравним размеры сумки и чемоданы. Еще я сюда выложила, ну, потому что они у меня в чемодане уже лежали, эти лежаки, которые разворачивают. Сумка-лежак. Так, сейчас я вам покажу. вот. Как бы по ширине сумка чуть-чуть поуже. Чуть-чуть. По высоте она, конечно же, выше. Ну, почти в два раза, наверное. Ну, в полтора точно. Ну, не знаю, как показать. короче, чуть-чуть повыше. Но я взяла чемодан на тот случай, когда не нужно мне так много всего с собой накладывать. А еще я купила вот такой вот пляжный зонт. Это я купила сразу после приезда с моря осенью. Ну, в ленте. Был по акции тоже. Что-то, по-моему, за 600 рублей, что ли. Вообще очень дешево было. Вот он раскладывается. Сейчас я его тоже открою, покажу. Вот такой вот у меня зонт красивенький, зелененький. покажу, как открывается. Под киви рисунок. Такой нежный-нежный. Там были всякие цвета, типа как клетка какая-то ядерных оттенков, еще там что-то такое. Я вот выбрала такой нежненький. Костя сидит, наблюдает. Печка заработала. Вот такой шикарный зонт. Здесь размах полтора ой, какой полтора? Почти два метра, метр восемьдесят пять. Так что с ним точно уже не сгорим. А если на ножку поставить его, то есть она свалилась, то он будет высоко стоять и давать хорошую тень. Если мы с сыном поедем в июне, например, то обязательно его возьму с собой. Ну, имею в виду не в этом июне, а в следующем году, в двадцать четвертом. Осталось только придумать на него какое-нибудь чекло, сшить, имею в виду, потому что вот в этом не повезешь. Это разорвется сразу. И осталось только поехать на море. Это я тоже пока не знаю когда. Вот таким объемом чемодан. У него еще крышка немножко увеличивается, поднимается. И когда буду ездить с чемоданом, то, наверное, буду брать сумочку, которая поменьше, потому что она как-то покомпактнее укладывается вот сюда. вмещается. Все. А вот эта, которая пошире сумку, у нее вот так вот край наступает. А если я поеду с Зонтом, то придется ехать вот так. Ну что ж, на этом буду заканчивать видео. Спасибо, что со мной. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. посмотрите, поднялся хлебушек. Прямо выше самой формы при выпекании. Все, сигнал прозвучал, хлебушек готов. вот такой вот он получился высокий, красивый. Сейчас достану. Вот такой вот хлебушек. хрустящий. Ай, горяченький. Ой, я не могу. Вы только посмотрите на этого балдежника. Космос. Космос. Красавчик ты мой. Космос. 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 Субтитры создавал DimaTorzok